Глава Люберецкого района и города Люберцы Владимир Ружицкий поздравил жителей района с Днём Московской области в ходе праздничных мероприятий в правительстве региона. По традиции губернатор Андрей Воробьёв вручил награды профессиональным строителям, спасателям, медицинским и социальным работникам, педагогам, талантливым управленцам. В этом году Московской области исполняется 87 лет. В настоящее время столичный регион славится не только развитыми городами с богатой инфраструктурой, но и выдающимися личностями. В честь празднования дня рождения Подмосковья губернатор Андрей Воробьёв вручил им государственные награды. По традиции мы вручаем награды тем, кто наиболее ярко проявил себя в работе и службе. Одним из таких оказался председатель Люберецкого регионального отделения Союза журналистов Подмосковья Рустам Хансверов. В этот день ему присвоено звание заслуженного работника печати Московской области. Понятно, что награда, хоть и касается меня лично, но она всегда связана с коллективом, с которым ты работаешь. Потому что без редакции, без газет, журналов и других СМИ невозможно этого добиться. Главу муниципальных образований, депутаты, общественные деятели. В этот день представители власти и органов местного самоуправления подводят итоги работы и оценивают развитие Подмосковья. Я думаю, что, по крайней мере, наши жители ощущают и по району, и по области в целом такое достаточно хорошее, я оцениваю, мощное движение последние годы. Это не заметить нельзя. Это и строительство новых детских садов, строительство школ. Это полностью капитальный ремонт всех учреждений здравоохранения. Это оснащение учреждений здравоохранения новым медицинским оборудованием. Праздничное мероприятие продолжилось в концертном зале. В начале церемонии состоялся торжественный вынос флагов и штандартов Подмосковья. После чего прозвучал гимн Российской Федерации. Полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Александр Беглов поздравил жителей региона от имени Владимира Путина, а затем вручил гранты молодым ученым. За исследования в области физики, астрономии, химии, биологии, а также информационных систем и технологий государственную поддержку получили шестеро кандидатов и один доктор наук. Хотел благодарить правительство Подмосковья с успехами, которыми они достиглись, но и с теми пожеланиями, чтобы они и дальше так развивали свой регион. Еще одну высокую награду вручили людям, которые внесли значительный вклад в развитие Подмосковья. В списке почетных граждан в этом году оказались председатель правления Сбербанк Герман Греф и депутат Государственной Думы Лидия Антонова. Родина – это то место, где тебя любят, и ты ее любишь. Поэтому я счастлива, что я работаю в Подмосковье. И у меня, в принципе, было много интересных предложений переехать, перейти. Но мне не захотелось работать здесь, с теми людьми, кого я люблю. После официальной части стартовал праздничный концерт. Для гостей выступили творческие коллективы из различных уголков Подмосковья, а также звезды российской эстрады. Луиза Егиозарян, Александр Орлов, Люберецкое районное телевидение.